Всем привет! Меня зовут Карина и сегодня мы будем делать с вами Пакетрейсер 10.2.1.7. Для этого нам нужен сам Пакетрейсер, здесь он в свободном времени и хорошее настроение, чтобы точно все получилось. Для этого открываем нашу страничку с заданием в учебнике и скачиваем ПКА-файлик, а также инструкцию к нему. Для того, чтобы скачать инструкцию, нужно нажать по ней и кнопочку «Скачать» и потом сохранить в нужной вам папку. А пока открываем сам ПКА-файлик. Он открывается очень быстро, так что мы просто подождем и пока посмотрим на инструкцию. Вот так он выглядит. Здесь у нас есть топология, информация, что и как нужно делать и вопрос, на который вам нужно будет ответить, сохранить и отправить вместе с готовым ПК-файликом. А я это сворачиваю и вот у нас открылось само задание. Здесь вам нужно ввести свое имя, к примеру, мое имя Карина, также ввести e-mail и дополнительные информации. Чаще всего это номер группы. И нажать кнопочку «Ок» и «Подтвердить». Теперь она перезагрузится. Вот. И мы можем уже спокойно открыть задание. Вот она. Развернуть и закрепить вверху, чтобы она не сворачивалась. И начинаем. Нам сегодня нужно будет настроить и проверить веб-сервисы и почтовый сервис. Для этого мы открываем центральный сервер. Вот он. Открываем вкладку «Сервисы» и «Email». «Email» и «Http». Вот он. И включаем «Http» и «Https». Вот он. Далее. Шаг необязательный. Но нужно изменить HTML-код. Я это сделаю, потому что почему бы и нет. Открываем файлик. Нажимаем «Edit». И здесь мы можем написать, к примеру, тег «h1», который отвечает за тему или за главные буквы. «h1», закрываем тег, пишем любой текст, к примеру, на английском, «txt», открываем еще раз наш тег, закрываем его, «h1». Вот. И сохраняем. Да. Так, мы это уже сделали. Сейчас просто на всякий случай сохраню. Возвращаемся в «Http». И нам нужно то же самое повторить с бренч сервером. Для этого открываем сервер. Сервисы. Сервисы. «Http». Включить. Включить. Здесь не буду менять ничего, но вы можете тоже изменить. Смотрим дальше. Нам нужно проверить работоспособность сервера, открыв их веб-страницы. Для этого мы можем делать с любого устройства, но мы будем делать с PC3, как с задания. Открываем наш компьютер, тесктоп и браузер. Теперь здесь мы будем вводить сначала IP-адреса этих серверов, а потом ссылки на них, чтобы проверить, работают ли они. Копируем IP-адрес первого. Вставляем. «Go». И у нас открылся центральный сервер и написанный наш текст. Повторяем то же самое с другим сервером. Вот. Копируем, вставляем. Нажимаем кнопочку «Go». И вот открылся теперь браузер сервер. Значит, у нас все работает и все правильно. Также можем проверить работоспособность ссылок на сервера. «Go». Да, работает. И то же самое с бронш-сервером. Вставляем. «Go». И он должен запуститься. Секунду. «Ctrl-3». «Go». Почему он не хочет? «Branch-сервер 5.tk». «Ctrl-C». А, ну да. «Branch-сервер». Вот. Прогрузился. Далее нас спрашивают, какой протокол преобразуют имена. Вы это должны ответить в нашем программ-файлике. Двигаемся дальше. Нам нужно настроить центральный сервер для отправки SMTP и POP. Для этого закрываем наш PC3. Открываем центральный сервер. «Email». И здесь нам нужно включить SMTP и POP. То же самое нам нужно проделать с бронш-сервером. Открываем «Email». Включаем SMTP и POP. Далее нам нужно назначить имя домина для центрального сервера и для прайс-сервера. Что мы сделаем? Мы сейчас находимся в прайс-сервере и нам лучше будет начать с него. Копируем и вставляем. Вот у нас назначено имя домина. Нажимаем кнопочку «Site». Теперь нам нужно ввести имя юсера. У нас по заданию это «Branch-user». Ctrl-C, Ctrl-V. И так же нам нужен пароль. Пароль мы можем написать сами. Он короткий. И теперь нам нужно нажать плюс. И как вы видите, наш юсер добавлен. Далее повторяем это же с центральным сервером. Вот «Email». Вот «Email». Имя домина у нас «Центральный сервер PKA». Копируем. Вставляем. Ну или вы можете это переписать. Но я думаю, что скопировать будет быстрее. «I». Копируем. Ctrl-C, Ctrl-V. И так же пароль. Циска. И нажимаем плюсик. Далее. Что нам нужно теперь? Нам нужно настроить PC3 для использования сервиса электронной почты. Центральный сервер. Для этого открываем наш PC3. Вот он. Далее нам нужно зайти в «Email». Чтобы найти, нужно полистать менюс и открыть его. Вот он. Теперь нам нужно ввести ваше имя. Центральный юсер. Копируем. Далее нам нужно ввести адрес электронной почты. Вот она. Теперь IP-адрес. Входящий и входящий. Далее имя пользователя. Вот. И так же пароль. Пароль у нас стандарта. Циска. И сохранить. Смотрим, что нам нужно дальше. Нам нужно нажать кнопочку «Receive», чтобы получить ответ. Но на соединение неправильное. Так что нам нужно что-то исправить. Возможно, я неправильно ввела пароль. Попробуем еще раз. «Save», «Receive». И, как вы можете видеть, у нас «Receive email is success». Значит, у нас соединение работает и письмо получено. Смотрим дальше. Нам нужно открыть «Sales». «Sales» находится где-то вот здесь. Открываем. Вот. Теперь нам нужно повторить то же самое, что «SPC-3», но уже для branch-сервера. Открываем email. Имя уже branch-сервер. Ой, branch-user. Вот. Электронная почта. Вот такая вот. Есть. IP-адрес. Исходящий. И входящие у нас одинаковые. Дальше. Branch-имя пользователя branch-user и пароль csc.com. Есть. Нажимаем «Сохранить» и «Receive». И вы можете видеть, что у нас также все успешно. Mail success. Далее нам нужно отправить сообщение с электронной почтой от клиента «Sales» к клиенту PC-3. Открываем «Sales». Вот они. Теперь нам нужно в окне «Sales» открыть «Email». Вот он. Вот «Email браузер». И здесь нам нужно... Что сделать? Нам нужно ввести следующее значение в соответствующий поля. Значит, нам нужно нажать «Compose». И здесь указать, вот, кому, вот, этому пользователю. Тему мы можем придумать любую. К примеру, я просто напишу слово «тема». Так. И текст. Также может быть любой текст. «Text of Message». Окей. И теперь нам нужно нажать кнопочку «Отправить». И как вы можете увидеть, у нас отправление успешно. И наше письмо отправилось на PC-3. Чтобы убедиться в этом, открываем наш PC-3. И открываем «Mail» и «Receive». И, как вы можете видеть, у нас получено письмо от бранч-юсера с темой «Zim» и информацией о нем и с текстом внутри. Закрываем. И смотрим, что у нас уже есть 100 баллов из 100. Значит, мы сделали все правильно. Настроили все правильно. И у нас все работает. Нажимаем кнопочку «Check Resout». Чтобы на всякий случай проверить, правильно ли все. И так. Это значит, что у вас тоже все должно получиться. И поэтому я с вами прощаюсь. Пока.